Общественное движение «Русский характер» совместно с Люберецким спорткомитетом продолжают активно пропагандировать здоровый образ жизни среди детей. Каждую среду они посещают школу округа, где проводят открытые тренировки в рамках программы «Спорт в каждый двор». На этот раз повезло ученикам 14-й школы в Томилине. Они увидели силовое шоу. В спортивном зале 14-й школы шумно и весело. Дети с удовольствием выполняют упражнения и внимательно следят за происходящим. Ведь тренировку проводят настоящие спортсмены, представители движения «Русский характер». Эти дети мотивируются на любые виды силового экстрима, силового спорта, вообще любого спорта. Если им вживую, то показываешь что-то, да, они это видят, они зажигаются, у них что-то внутри переворачивается, они тоже хочут этим заниматься. То есть показал им обычные отжимания, показал им это интересно и весело, им тоже захочут отжиматься. Главная изюминка открытого урока – это силовое шоу, где детям показали номера из книги рекордов Гиннесса. Надуть грелку, как воздушный шарик, скрутить строительный гвоздь или порвать одновременно две колоды карт – задачи, выполнить которые способны далеко не все. Самые смелые смогли в этом убедиться. Попробовал, тяжело, глаза разбегаются, тяжело, давление и не смог. Хотел бы ты тоже научиться, так как ребята из женского характера? Ну там должны быть большие нагрузки, им надо много заниматься. Если была бы такая возможность представлена, я бы занимался. Важная цель программы «Спорт в каждый двор» – правильно воспитать детей, привить в них любовь к физкультуре и мотивировать тренироваться. Люберецкий спорткомитет совместно с движением «Русский характер» активно нацелен на это. И очень важно нам подать молодому поколению пример здорового образа жизни, поскольку вы сами знаете, что сейчас дети увлеклись гаджетами, компьютерами. Очень тяжело оттащить от телевизоров, от тех же самых гаджетов и просто привлечь к какой-то обычной домашней работе, а тем более к физическим упражнениям. Поэтому мы нацелены на то, чтобы показывая свои номера силовой и экстремальной программы, показать, что каждый может их выполнять. Только для этого необходимо приложить определенные усилия, усилия над собой прежде всего. Дети замечательно провели время, научились некоторым упражнениям, повеселились, играя в вышибалу, а также сфотографировались на память. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий. Продолжение следует...